Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти Госдума накануне приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает вилку штрафа за непропуск пешехода от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Сейчас строго полторы тысячи. Авторы документа ссылаются на то, что число водителей, игнорирующих пешеходов на переходах, с годами растет. Кстати, недавно в Москве установили видеокамеру, фиксирующую данное нарушение в автоматическом режиме. Правда, через несколько дней ее отключили из-за некорректной работы. Трасса 101 Средняя стоимость литра 95-го бензина в России впервые превысила отметку 40 рублей. 92-й за последнюю неделю подорожал в среднем на 16 копеек, до 37 рублей 35 копеек. Наиболее существенное увеличение цен на топливо отмечается в Сибири, центральной части страны и на Урале. Трасса 101 В России снизилось число погибших в автоавариях людей. За пять месяцев этого года их количество достигло 5700, что меньше показателей аналогичного периода 2016 года на 12,5%. Чаще всего летальный исход фиксируется в ДТП с участием легковых машин. Почти 4000 из вышеназванного числа, или 70%. Ford отзывает в России 500 кроссоверов Kuga, выпущенных в 2010 году. Вин-коды машин можно найти на сайте Росстандарта. Причина, в общем-то, незначительная. Подогреваемые форсунки омывателя лобового стекла ввиду некачественного уплотнения могут начать перегреваться, о чем будет свидетельствовать специфический запах вплоть до появления дыма. В ходе ремонта бесплатного форсунки заменят. Трасса 101 Гонконг признан городом самым дорогим в мире местом на автомобильной парковке. Площадку в 17,5 квадратных метров один из местных бизнесменов недавно приобрел за сумму эквивалентную 664 тысячам долларов США. Это дороже, чем жилье в том же Гонконге. Однокомнатную квартиру площадью 26,5 квадратных метров там можно купить за 540 тысяч зеленых. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин